Срочно выполню ваш заказ по созданию сайта. Моя специализация – Joomla и WordPress. Здравствуйте, на связи Федор Васильев. Компания Joomshaper недавно выкатила новую версию своего конструктора страниц для Joomla – SPPatchBuilder, версия 4. И на данный момент пока что есть доступна альфа второй версии. То есть мы можем уже скачать и протестировать данный продукт. Что это за выход четвертой серии? Чем он отличается? У нас же есть сейчас стабильная версия третьей серии SPPatchBuilder, которой мы все пользуемся. Разработчики решили кардинально изменить и добавить идущие в ногу со временем революционные веб-инструменты, современные тенденции. Теперь это не просто конструктор страниц, как сейчас мы привыкли пользоваться в третьей версии SPPatchBuilder. Четвертая версия несет на борту визуальный, полностью уже визуальный редактор. То есть фронтальный визуальный редактор. Вот как пользователи видят лицо, главную страницу сайта. Вот прям на ней по сути мы и верстаем, создаем. И это только начало. Для тех, кто только недавно присоединился к созданию сайтов на Joomla, для новичков, что такое альфа? Это ранняя стадия разработки с кучей ошибок. И не рекомендуется использовать, конечно, на рабочих сайтах. Мы пока что можем просто на демо-сайте протестировать ее. И когда же нам ждать стабильной версии четвертой? Сначала пройдут вот эти серии альфа, потом пойдут серии бета. Это тоже еще продукт не будет готов к стабильному релизу. То есть нельзя будет использовать на рабочих сайтах. Но это уже более следующая ступень разработки. Поэтому она называется бета. И вот после бета уже пойдет стабильный релиз. Когда пройдут серии бет-версий, сколько уйдет на это времени, неизвестно. Думаю, полгода точно уйдет, когда мы с вами увидим новую версию. Что делать нам с сайтами сейчас, с третьей версией? Мы продолжаем ими пользоваться с конструктором страницы SPPatchBuilder третьей серии. На Joomla 3 или на Joomla 4. Разработчики уверяют, что у нас будет с вами обратная интеграция. То есть мы сможем безболезненно обновиться с третьей версии SPPatchBuilder на четвертую версию, когда четвертая версия выйдет стабильная. Им пришлось с нуля разрабатывать четвертую версию SPPatchBuilder. Поэтому, скорее всего, мы с вами последний, наверное, год не видели ничего нового, интересного на третью версию SPPatchBuilder. Выходили только исправления ошибок, заплатки. Разработчики были заняты новой версией. То есть не получилось, видимо, им просто обновиться. Им пришлось с нуля писать, чтобы получился полный визуальный редактор. Сейчас на борту новое построение колонок. И для меня важный момент, хотя для многих, наверное, это будет мелочь. Я долго ждал и думал, какие разработчики первые выпустят эту интеграцию. Это интеграция с анимацией. Я люблю всякие анимашки. Интеграция с лотти анимацией. Теперь у нас есть аддон в новой версии SPPatchBuilder. У меня установлена на демо-сайте эта альфа-версия. Давайте воочию посмотрим на новый интерфейс, на новые вот эти какие-то моменты. И вы должны понимать, что альфа 2 – это только ранняя разработка. К началу стабильного релиза много изменится, много поменяется, много добавится. Скорее всего, будет много чего интересного и полезного. Но даже сейчас на раннюю стадию альфа 2 мы уже можем посмотреть и сравнить визуально, чем отличается уже от третьей версии SPPatchBuilder. Итак, на момент записи видео я использую актуальную версию Joomla 4.0.6 и конструктор страниц 4.0. Альфа 2 – ранняя разработка. Итак, давайте взглянем. Первый взгляд. В Joomla 4 у нас мы переходим в компоненты. Далее переходим в SPPatchBuilder. Вот так вот нас встречает страница, первая страница SPPatchBuilder. Пока что, конечно, все на английском языке. Когда будет стабильный релиз, я надеюсь, что изнамышленники, кто делает переводы, переведут на русский язык. И первое, что мы нажимаем вот на эту кнопку. Здесь будет пустая страница. Видим новый интерфейс. Я просто вчера экспериментировал и создал вот страницу. Назвал ее Demo. Соответственно, новую страницу мы можем создать, нажав на Add New Page. Вот на эту кнопку. Новый интерфейс. Аддоны мы можем наблюдать все здесь, которые у нас используются. Причем здесь мы можем их отключать. Чтобы, например, какими-то, если мы использовать не будем, чтобы упростить свой интерфейс. Но это уже нужно профессиональные навыки и постоянное пользование сайтом с этим конструктором, чтобы уже понимать, что вы не будете использовать. Для новичков, конечно, я рекомендую все оставлять включенным. Дальше есть страница по обновлению иконок. Интеграция тоже так же выглядит, как и интеграция в третьей версии SPP Builder. Интеграция со статьями родными comcontent.joomla. Языки. Вот русский я установил, хотя почти все здесь на английском, потому что это новый продукт, а русский у нас от третьей версии. Хотя установился он без ошибок. И настройки, общие настройки, абсолютно так же выглядящие, как и в третьей версии. Давайте я создам новую страницу. Новый интерфейс создания страницы. Здесь мы пишем заголовок страницы. Демо 2, например. И нажимаю на кнопку Save & Go. То есть сохранить и продолжить. Или вперед. Вот такой вот новый интерфейс. В принципе он симпатичен. По дизайну, именно дизайну, вот как выглядят все вот эти панельки, кнопки, мне не очень, честно говоря, нравятся. Просто потому, что в новой версии Joomla 4, я считаю, что разработчики должны стремиться к дизайну Joomla 4. То есть это не дизайн Joomla 4. У Joomla 4 все крупное. Крупные кнопочки, как-то вот надо было делать в стилистику самой Joomla 4. Хотя это может измениться еще к стабильному релизу. Ведь если она будет выглядеть один в один, сливаться с дизайном Joomla 4, именно конструктор SPPage Builder, то оно будет казаться как родным расширением, как одно целое. И это будет и красиво, и интересно. А так он выбивается из дизайна, как бы не похоже ни на другие расширения, ни на Joomla 4. Это я просто придираю сейчас в плане дизайна. Может быть кому-то и понравится. Новая, более расширенная разработка под мобильное устройство. Наверху мы видим расположение иконок по клику по иконкам. То есть мы можем настраивать каркас версии компьютерной, ноутбучной, планшетной, развороты разные. Теперь можно настраивать альбомный разворот планшета и портретный разворот, и также альбомный и планшетный разворот для смартфонов. Обратите внимание, как быстро открылась страница. Больше нет прелоудера предзагрузки, как в третьей версии SPPatchBuilder. И у нас в третьей версии открывается дополнительная страница создания сайта. То есть мы не видим его как визуальный редактор. В данном случае у нас открылась вот как главная страница лицо сайта. Он и поэтому называется визуальный редактор. Вот им пришлось с нуля переписывать этот компонент, чтобы добиться этого. Чтобы у них был полный визуальный редактор. Что это нам-то дает? Это никаких больше дополнительных страниц. Изнутри больше мы не сможем с вами настраивать, как раньше. С SPPatchBuilder 4 версии. И это очень быстро. Для нас это очень быстро открывается страница. То есть все ускоряется. И это все, конечно, приятно. И, соответственно, меньше времени тратится на создание страниц. Что касаемо вот этой колонки. Смотрите, здесь вы прям мышками можете главные элементы перемещать, передвигать как угодно. Это у нас те же кнопки. То есть, смотрите, те же аддоны. Выглядит, конечно, все по-другому. Но почти все перекочевало из третьей версии SPPatchBuilder. Все те же плюшки, все те же аддоны. Но добавились новые. Новые переработанные RAV. Колонки. Новый DIF. И здесь еще то, что я был прям сильно удивлен и очень этому рад. В разделе медиа Lottie появилась интеграция с Lottie Анимацией. Кто не знает, вот есть такой сайт Lottie Анимация, где можно бесплатно или платно найти готовые анимашки, которые легкие, можно использовать на сайте. Очень красивые. Есть уже вот 3D анимашки. Вот представьте, вы строите лендинг, и вы можете сопровождать красивыми анимационными моментами свой контент. Да, конечно, эти анимашки можно заказать с нуля у тех, кто умеет их делать. Либо разобраться самому. И можно на, например, Adobe After Effects. Программа есть такая. На ней можно самому создать Lottie Анимацию. А если вам нужна какая-то уникальная под ваш лендинг анимация, теперь-то интеграция есть. Раньше это было проблематично. Просто так вы бы не добавили на ваш конструктор Lottie Анимацию, когда появилась именно интеграция. Вот это аддон Lottie. Как раз таки это все и решается. Все проблемы. Вам только нужна сама анимация. А уже на сайт вы вставите без проблем. Я вот этому очень рад. Дальше. Все то же самое. А, у нас добавили слои. Теперь у нас это можно видеть по слоям. Также библиотека выглядит иначе. Теперь по дизайну их готовых шаблонов, которые можно импортировать. Дальше переработанный Media Manager. И дефолтные настройки, как они, в принципе, были в третьей версии. Здесь что еще интересно. Вы можете увидеть вот такие иконки неприметные. Можно нажать на среднюю иконку, и тогда у вас будет эта панель с иконками прилипать сбоку. И если вам вдруг неудобно, вы можете вот так вот переместить в правую часть все кнопки. Или отцепить прям мышкой опять вот так вот перемещать. Если вдруг у вас как-то будет закрывать дизайн, или вам удобнее пользоваться, в любой момент можете вызвать кнопки, перетащить их на холст, так сказать, при создании страницы. Я привык пользоваться вот так вот. Вот, в принципе, стабильно, как это выглядело в третьей версии. И давайте взглянем на колонки. То есть, смотрите, добавить новую строку. Например, выберем одну строку. 12, по сути, колончатая верстка здесь тоже у нас. Смотрите, я просто могу колонку переместить. У нас сразу две колонки. Надо еще вот три колонки. Причем самое важное, самое важное, что упрощает, ускоряет процесс работы, как раз таки, наверное, это тоже нельзя было просто так обновить. В третьей версии им пришлось переписывать ядро с нуля, создавать этот компонент. Я об этом уже говорил. Смотрите, что они сделали. При наведении на крайние боковинки колонок мы просто зажимаем левую кнопку мыши и двигаем, по сути, столько в процентном соотношении, такой делаем ширины колонку, сколько нам нужно. Отпускаем мышь, и по идее должно сработать. Из-за того, что это альфа-версия, возможно, поэтому сейчас у нас это не происходит. Но задумка здесь уже вот заложена. Такое есть пока только что на WordPress, на другом движке, на Elementor. Там уже давно это есть, мне это всегда нравилось. То есть конструктор страниц на WordPress, Elementor, у них уже там есть вот это вот двигать колонки по процентам именно такой толщины, как вам нужно. А теперь у нас это и есть и на Joomla в SP Page Builder. Это не может не радовать. То есть вы в эту колонку, в каждую, где видите плюс, вы можете отсюда перетащить любой контент. То есть это для тех, кто еще не пользовался. Это картинки, кнопки, текст, все что угодно. Вот, например, изображение. Все сюда перемещается. Захотели удалить колонку. Columns и Delete. Все, у нас теперь две колонки. Очень быстро и удобно. Теперь смотрите, Row добавлять. Вот так вот, видите, сразу строки. И также их быстро удалять. Также строки можно помещать внутрь колонки. Смотрите, сразу видите. Две ячейки внутри колонки. Также появился новый аддон Div, который позволяет объединять элементы в Div, если это потребуется. И, конечно же, мы сейчас взглянем на то, что я больше всего ждал. Это Lottie. Перетащу аддон в колонку. Сразу видим анимация, заготовленная по умолчанию. И настройки. Просто сейчас я загружу свою анимацию. То есть можно либо по ссылке, либо файл JSON анимации, которую я уже загрузил сюда. Вот вы видите. И, соответственно, настройки можно настроить там по клику при наведении мыши. Это все здесь есть. Ну и кнопка сохранить страницу. Все это можно сохранить. Все ваши наработки. Пока что видим нестабильные моменты. Вы видите, анимация там пропадает. Не срабатывают колонки. То есть не фиксируются. Все это как раз говорит о том, что у нас прям совсем ранняя разработка. И спасибо разработчикам, что уже на этом уровне они нам дали потестировать то, что увидеть, что нам ждать дальше. Какой он будет, этот конструктор страниц. Резюмируем. Мы с вами увидели новый интерфейс, новый визуальный редактор, новые аддоны, переработанные полностью с нуля по строению колонок. Теперь это все упрощается. Вот это процентное соотношение меня очень радует. Я тоже этого ждал, что теперь это будет. Осталось набраться терпения и дождаться стабильного релиза. И продолжим делать, создавать красивые сайты уже с интеграцией слоти анимации. Возможно, к стабильному релизу выкатят еще какие-нибудь интересные аддончики, которые сейчас у нас, например, современные, с какими-то прикольными эффектами, анимациями и много чего еще. На этом я с вами не прощаюсь и мы с вами увидимся в следующих видео. Пока-пока, друзья! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дима Тorzok